как познакомиться с девушкой возможно вы будете в шоке но до 17 лет у меня вообще не было девушки да я накачал левую руку слышно голос другой вообще я знаю в это сложно поверить ведь как можно отказать этому парню вы только посмотрите на него точнее не то что голос другой микрофон более паршивый точнее паршивый в отличие от того что за таким красавцам должны бегать не только девушки но и парни подумали вы но к сожалению бегали только парни и отнюдь не с признаниями в любви причем в школьные годы я не то чтобы не встречался с девушками я их вообще даже не нюхал да я вам больше скажу я смотреть-то на них боялся ну по крайней мере класса до 6 потому что ну знаете девочки сначала растут быстрее мальчиков а в моем классе так вообще были одни мясные машины для убийства у меня в классе у меня в классе было три девочки потому что класс был спортивный и на девочек не очень а так то первая девушка ну блин тоже наверно лет в 17 у меня появилась я не встречался ни с кем первый парень появился когда мне было 15 и он учился на класс младше меня у меня старше нет он не был двоечник просто я по другой системе училась в 15 ах ты шлюха хотя может быть у меня было что-то подобное типа каким-то полу отношением когда этот до 17 где-нибудь там в лагере что там с кем-то мутил чтобы прямо полноценно нормальные отношения туда где-то на первом курсе в лицее на первом даже не на первом на на втором потому что на первом короче 16 17 не раньше но потом у меня были в основном отношения на расстоянии да они чисто по приколу могли пиздюлей дать не то что за косой взор не ну я не скажу что я был уж прям таким слабым за мою неистовую силу меня как-то раз даже прозвали тушкан где-то в классе в пятом я уже с бабами мог пиздиться на равных так что можно было бы уже и начать с кем-то общаться но чисто пацанские комплексы по типу меня а если она не любит черепашек ниндзя о чем вообще с ней можно говорить уводили меня в сторону от общения женской половины класса кроме одного момента как-то раз меня посадили самой красивой девочкой класса мы даже начали с ней неплохо общаться но знаете это чувство когда девочка всего лишь дала тебе запасную ручку а ты уже думаешь как назовете совместных детей в общем нормально так уже приятельски общались ну и сижу как-то раз на уроке и у меня вдруг зачесалась так сказать промежная область мне ну я-то общаться с девочками общался с одноклассницей мы вообще без ой били и тусили долгое время потом что-то как-то перестали тусить вместе а так силе гуляли и причем жили там и рядом еще вдобавок с этим у меня проблем не было но я и не думал о том чтобы с ней встречаться или еще что-то такое возможно поэтому проблемы не было у меня на такой случай даже специально была дырка в кармане ну как серьезно на область у меня на такой случай даже специально была дырка в кармане ну короче тихонечко так засовываю руку в карман там шубуршу все дела и тут видимо она подумала что у меня в кармане какие-то чипсы или сухарики я в крысу их ем и не делюсь это то что я думаю сейчас будет поворачивается ко мне и говорит о чем в кармане поделись чё ешь и руку такая мне в карман херакс в общем с тех пор она больше со мной не общалась кстати если чё это реальная история далее посту капец кто ж так делает причем что он дырку в кармане сделал что она без это без без палева такая резко засунула туда руку да такая оп какой интересный да 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 ступил в технику вот студенческая пора казалось бы самое время найти девушку но вся проблема в том что на моей специальности была только одна девушка и она так романтично матерясь выкуривала три пачки сигарет за час что я решил пожалуй я ее не достоин на остальных специальностях тоже были в основном сосисочные коллективы в других местах знакомиться по интересам у меня не удавалось у меня наоборот были булочные булочные ветчины и коллективы везде у нас было нормально ну пацанов поменьше хотя нет нас нормально было в лице и девчонок и пацанов вот у каких-нибудь радиомонтеров то да там чисто сосисч пати у меня получается в классе на 13 человек было пять пацанов в старших классах уже до этого было примерно равное количество потом универе и у нас было два пацана на группу исполнит 30 человек и и в медухе у нас примерно такое же было соотношение вот ну и работая бы обычно тоже женских коллективах потому как мои увлечения довольно специфичны если у тебя нет шарингана ты не увидишь мою любовь если не собираешь бабочку до 20 минуты и не знаю что такое плюмбус вообще не по пути кстати если бы не соцсети я возможно так бы и носил свои гордые девственные усишки так как первая моя девушка нашла меня там сама далее все пошло как по маслу девушки менялись опыт и знания росли и сегодня я могу авторитетно дать несколько советов как правильно найти правильную девушку все же мы хотим чтобы девушка была умная красивая смогла и борщ сварить и на миде если чё постоять так главное на миде постоять так вот первой а ой неправильно да не скрепно сука так как себе добровольно принудительно взрастить тиммейта заставь жену с собой играть чё девушку всегда знаешь когда она и свободно и когда может поиграть и иногда и сама такая ну что пойдем а нахуй ты такой умный вообще сдался я понимаю что мама говорила тебе что ты и так у не самый умничка но если единственная твоя книга это навигатор игрового мира то тебя не спасет даже 5 к ммр на каждые 50 часов дотки неплохо было бы прочесть хотя бы пол книги чтобы заинтересовать хоть какими-то познаниями второе нахер ты такой красивый сдался многие скажут что зачастую девушкам по барабану какой-то там весь накаченный и сильный полный пиздеж и они об этом знают никому не по барабану я не говорю что надо круглосуточно и башить как петух на турниках хотя и башу и не говорю что нужно жить в качалке как дебил хотя жил новое избежание травм при похлопывание девушкой по плечу за физической кондиции стоит хоть иногда поглядывать как похлопала он сломался заработок самый спорный критерий если например ты студент твой корм говяжий дошек отобранный в драке у бомжа для нормальной девушки это не так важно как твои амбиции другой разговор что если тебе уже больше 30 и ты до сих пор отбираешь бич пакеты то к сожалению для любой достойной девушки как мужчина ты увы не эффективен с другой же стороны если ты выпячиваешь свое благосостояние конечно профита будет больше но потом не удивляйся что тобой интересуется только продажные шкуры и не осталось нормальных девушек четвертый никогда не строй себя того обычно в твоем окружении не осталось ну да на ловца и зверь бежит как говорится мне нравится просто что люди которые отбирают себе партнеров по определенным критериям и сами предлагают определенные критерии потом удивляются что их по этим же критериям оценивают не ну как бы критерии то все равно есть того как бы как люди плюс-минус выглядят и как плюс-минус ты интересуешься ты обоссаный хикан который ходит в вонючих штанах шмотках носках кроссовках с заросшей бороду с заросшей бородой и немытыми волосами то ты в хуй никакой девушки не будешь нужно я немножко не об этом говорила я тоже допустим выбирают когда чисто по внешности вообще не интересуются какую личность и себя представляет девушка потом удивляется что у них совместной жизни полная несовместимость ну да поэтому в отношениях поэтому в этом видосе он и говорил про не один параметр а много и в том смысле и и в том же плюсе этом в факт в том же ключе что и у тебя должны быть хоть какие-то плюсы чтобы заинтересовать хоть кого-то супер допустим спортивным подтянутым надо хотя бы быть опрятным ну пожалуйста будьте опрятными про это он и говорил подтянутым подтянутым тоже конечно хорошо быть можно подтянутым быть но там очень сильно сужается круг девушек которым ты понравишься должны быть потянуты и такие же как и ты да зайка да да но тем ты не являешься первый месяц лев толстой ну а в третий хер простой если ты в первый месяц знакомства пытаешься изобразить характер ее мечты то потом не удивляйся расставанию со словами ты изменился ты стал другим так как изначально понравился ты совсем за другие качества которые ты заимел на время только лишь бы ей понравиться как сделать так чтобы тебя любили за то какой ты есть изначально показывать какой ты есть это не значит что на первой встрече надо вываливаться в труханах и смачно пердануть это значит что никто не любит на ёпсиков пятое с первого диалога девушка будет тебя прощупывать никогда не подстраивайся равноправие существует только воображение феминисток все девушки чувствуют и любят силу не в плане что ты можешь прописать ей кошерный лоу кик и кинуть с прогиба а в плане внутреннего стержня и уверенности изначально сразу показывает что она не единственный твой вариант и не все крутится вокруг нее охуенно ушел на самом деле это очень это не универсальный совет у всех по разному бывает мне кажется я бы сказала это лишний совет ну а насчет того что ну как бы девушкам нравятся люди уверенные в себе ну чаще всего да не преследовать девушку для того чтобы она могла в тебе заинтересоваться а не то что там типа делать вид что ты ее игнорируешь и бла 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 просто если она тебе понравилась не преследуй ее если общение с первого раза не задалось или если ты вообще боишься к ней подойти а то знаем мы этих скромных парней которые выслеживают или пригласятся в гости и не дают уйти что-то типа того ну нахер это крипово а уверенность в себе в принципе всем людям нравится но чрезмерная уверенность в себе не нравится никому у тебя между прочим дела межгалактического масштаба и лес недофармен и неважно какая она красивая шикарная и на каких и социальных и финансовых уровнях ты завоеватель ты принимаешь решение единственное ее решение это быть с тобой или нет в противном случае не лезь блять дебил сука ебаный дебил блять а я не знала что обсуждать и принимать решение совместно с поиском компромиссов если они не устраивают это значит залезть под каблук ну как бы как бы вообще да должен быть баланс в отношениях вы должны уметь разговаривать а подо что залазят девушки которые заглядывают в рот своим мужчинам и во всем во всем потакают вплоть до того что ты ногти покрасил в некрасивый цвет перекрашивай это хуёво не общайся с вот той вот той и с той тоже не общайся они шмары допустим никто в отношениях не должен контролировать друг друга внешний вид прочее прочее нет если тебе что то не нравится ты можешь об этом сказать но запрещать другому человеку что либо делать ты не имеешь права вы встречаетесь ты не его мамочка и это не твоя собственность ну и как бы как еще сказать понимаешь типа о чё ты за хуйню себе на голове наворотила это одно а другое тебе это укладка не очень подходит может попробуешь другой вариант я так и говорил мужчины просто ноги думают что нихуя себе такими маскулинными и грубыми им надо быть чтобы они были как настоящие мужики а когда вы просто люди когда вы партнеры нужно разговоры разговаривать а не выёбываться шестое не думай что кто-то ради кого-то изменится никто никогда не меняется особенно ради кого-то изменения могут быть только косметические такие как бросить курить например но тоже не всегда ни хрена себе косметическое изменение это офигеть какое важное изменение в жизни бросить курить очень сложно а так то вообще бросить курить пить во всем слушаться мамочку молодые люди не могут это бросить очень многие даже девчатам делают это проще почему-то люди меняются то что люди не меняются это очень спорно и не со всеми это работает типа вот для кого-то наоборот кто-то для кого-то возможно изменится гораздо быстрее ему будет проще для кого-то измениться нежели для самого себя суть человека всегда остается прежней так что если ты на первых порах тешишь себя тем что ты просто изменишь в ней черту характера которая тебе не нравится или сам изменишься бросай эту идею никто еще никогда никого не изменил нет меняют но это не есть хорошо вообще если у тебя есть такие мысли что тебе что-то в ней не нравится какая-то там черта характера или еще что-то такое то вам просто не стоит быть вместе там если допустим тебе кажется что там вот она сейчас полнее чем где-то ты там видел на каких-то фотках или она худее или еще что-то вот это нюанс уже такой ну конечно если ты не будешь ходить и говорите а ты тощая а ты жирная похудей каждый день подожди есть челы которые начинают встречаться с девушкой с маленькой грудью постоянно напоминают что у нее маленькие сиськи ну как бы да грудь не изменится а ну вес ну это такая штука но опять же если ты сам будешь жирным то у тебя и права нет выебываться что кто-то там ну что девушка твоя или жена твоя полная себя сначала измени а потом уже как бы что-то и говори и то опять же человека заебывать не имеет смысла это имеет обратный эффект если ты кого-то душнишь тем что он какой-то не такой как бы не сработает это бесполезно это сделает только хуже и вероятнее всего в итоге вы можете разругаться и еще чего-то такое а то и разойтись все от людей зависит как бы не стоит думать в первых в начале отношения о том что ты можешь кого-то изменить или что от вот я в ней это изменю тебе она должна нравиться здесь и сейчас если это не так то а смысл тогда какой зачем седьмое никогда не бойся провала и думай объективно лучше на начальном этапе переписки и первой встречи отсеять тысячу чтобы найти одну которая подходит именно тебе чем каждый раз хвататься за любые наклевывающиеся отношения а затем тратить недели или месяцы на заведомо неудачный союз мои неудачные знакомства однажды вернувшись из москвы свой родной город я решил о звук пришел в норму стал менее глухим познакомиться в контактусе с девушкой выбрал из каталога пара банальных фраз и договорились на встречу в шесть вечера ну я такой в ус не дую смотрю время пять вальяжненько сполз с дивана приоделся как положено вызываю такси значит сажусь и понимаю что время то на часах у меня до сих пор московское я весь в панике понимаю что я уже опоздал на два часа а она бедняга меня там стоит ждет пинаю водилу в кресло ну естественно не сильно чтобы не дал пиздюлей и на всех парах мчусь в надежде что она еще там приезжаю ее нет судорожно звоню ей на телефон гудки думаю ну все пиздец обиделась набираю еще раз берет трубку я извиняющимся голосом говорю привет извини меня пожалуйста я такой мудак я заглажу свою вину на что она мне сонным голосом отвечает бля прости я проспала свидание да пошла ты на слушай как блять можно было проспать свидание значит не так уж ей было важно либо очень сильно устала у него у него хотя бы это были это сожаление он хотя бы действительно ехал но он тоже да он тоже обосрался случай 2 как то раз у меня закончился дезик я пошел в ближайший магазин стою выбираю подмышечный освежитель и тут ко мне подходит охранница лет сорока я думаю бля я что так подозрительно выгляжу и как не приду она постоянно за мной наблюдает а теперь так вообще вплотную смотрит поворачиваюсь к ней и она мне говорит привет а дай попробовать аромат а дай попробовать другой мне больше понравился вот этот и улыбнулась я увидел что посередине у нее не хватает зуба понимая что меня сейчас будут кадрить я со словами спасибо мгновенно взял тот что выбрала она и удалился понимая что если я сейчас быстро не уйду то она меня настигнет и продолжит диалог и мне будет пиздец как неловко а вот теперь можете наблюдать обратную ситуацию обычного дня обычной девушки чтобы не попадать больше в такие неловкие ситуации я больше сюда не хочу у меня был один хрен который хотел меня дождаться после работы вот это была даже крепота в аптеке когда ты работала после работы за мной муж придет а я помню он такой помялся помялся хрен моржовый дай мне будет пиздец как неловко Чтобы не попадать больше в такие неловкие ситуации, я больше туда не хожу. Напоследок, я оставил вам самый забавный случай. Одним июльским днём я, как обычно, собирался на тренировочку к стаю потных намасленных культуристов. И мне ни с того ни с сего приходит сообщение ВКонтактике от незнакомой девушки. Привет, сегодня такая прекрасная погода, не хочешь прогуляться? Я, естественно, сразу подумал, здесь подвох, ни одна девушка так писать незнакомому парню не будет. Поэтому спросил, мы знакомы? Нет, я просто наткнулась на твою страничку и захотела пригласить тебя погулять. Ну, думаю, точно наёбка. Ща приду, а меня сразу на органы продадут. Глянул страницу. Бля, вот что со мной случалось, а. Вот почему меня игнорили, отшивали, сука. Потому что ты приглашала кого-то погулять? Ну да, я приглашала погулять, а они какие-то все ссыклоуебаные, что ли. А потом, видимо, узнали, что я действительно звала их погулять. Ой, а как так-то? А, это было в то время, когда мы с тобой познакомились? А ты просто не застал и пошёл со мной погулять. А чё бы я с тобой застал погулять? Потому что мы с тобой познакомились до этого. Я знал, что ты настоящая, живая. Некоторые тоже были со мной знакомы до этого, хоть и заочно. Точно так же, кстати. Хер их знает. Странные ребята. Ну и плюс, я этот, как там, если что, взял с собой Вову, он бы тебе набил ебала. А я брала с собой Аню и Настю, если чё, я не помню, кого я брала первым. О, Настю. Когда ты был с Вова, я была с Настей, а когда ты был с Аней, я была с Аней. Возможно. Я не помню уже. Я даже не помню, что за Аня. Я просто помню, что по именам никогда не совпадало, что было два с Аней и две Настей. На фейк вроде не похоже. Правда вся в татуировках. Ну думаю, здрасте. Я вообще-то всегда ценил в девушках скромность и целомудрие, а тут такое. Ну думаю, хер с ним. Вдруг она внутри сама невинность. Договорили встретиться вечером после тренировки, потому что я не хожу на свидание без подкачанных ягодиц. На всякий случай предупредил всех друзей, знакомых, бабушек и бабушек знакомых, что если я не вернусь, вызывайте полицию, скорую, национальную гвардию, ФБР, ФСБ, КГБ, БДСМ и так далее. Придя, узнал её по татушкам. Прогулялись, поужинали, всё вроде бы ничего. Только вот какая-то она чересчур скрытная. На все вопросы отвечала, я не местная. Приехала к родственникам. Где работаю, пока не скажу. На чём езжу, пока не скажу. Слова, что ли, откинулась. Хер его знает. А там подводочки делает такие интересные. Звучит, да, действительно мутно. Согласен. Чем увлекаюсь, пока не скажу. Ну думаю, приехали. Мы с ней явно не сойдёмся. Проводил до дома. Обнялись, попрощались. Вечером она позвонила мне на мобильный с просьбой поболтать на ночь. Я понял, что я ей понравился. Но взвесив все за и против, решил, что нет. Нам с мамой такие не нужны. Я тактично её отшил. Я не помню дословно, что я ей сказал, но зная себя, скорее всего, я поджентльменски извинился. Сказал ей, что дело не в ней, а во мне. Что на самом деле я гей-ниггер из открытого космоса, а она просто женщина и мы не можем быть вместе. Помню, что она слегка огорчила и сказала банальное. Очень жаль. А ты мне понравился. Ты ещё пожалеешь, что не узнал меня поглубже. Спустя примерно два месяца я... Я ещё пожалею, что не узнал меня поглубже. Да, не заглянул своим глазом в мой внутренний мир, да? А, сейчас ко мне пришла такая мысль. Ммм, может она это со специфических сайтов девушка, а то я тут смотрю... Да, судя по всему. Я смотрел исключительно ради сюжета... Один порнофильм. И в этом увлекательном фильме я увидел до боли знакомые мне татуировки. Вбив псевдоним из названия и пересмотрев ещё десяток видео с её участием, у меня промелькнула мысль... А ведь я действительно мог узнать её поглубже. Са... А теперь остаётся только смотреть. Да, я такой... Хмм, кто это была? Хотя их столько, что хер его знает кто. Забавно. Тем более в татухах. Это целая категория популярная. Ах... Самая... Ну, мне рассказывали, я сама не знаю, не смотрела. Да-да-да. Глупое свидание. Как ты мог догадаться по названию, в этот раз я буду рассказывать что-то интимное и интересное. Во времена, когда я был немного моложе, красивее и тупее, я познакомился с девушкой. У нас закрутились отношения, и как только её родители узнали, что у ней появился ухажёр... Не, ну поняли, да. Да, ну... Ну типа... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да-да. посмотреть провести разъяснительную беседу и узнать мои намерения также их интерес подогревала еще то что я был на несколько лет старше уже работал и водил автомобиль а моя избранница заканчивала школу да нет нет успокойтесь разница в возрасте была не настолько большая но родителей это само собой все равно настораживало но так как я сам по себе парень добрый и честный мне переживать было не о чем в общем мы посидели я рассказал про себя где работаю чем увлекаюсь время шло к ночи и я стал собираться домой и когда моя девушка пошла в общий коридор чтобы закрыть за мной дверь в ее женскую юную голову пришла просто гениальнейшая идея а давай ты спрячешься у меня в шкафу мы подождем пока мои родители уснут ты выйдешь и мы проведем ночь вместе я сразу понял что эта идея настолько же пахнет романтикой как и идиотизмом поэтому я всеми правдами и неправдами пытался от нее отказаться и переубедить а обувь я куда дену возьмем с собой в шкаф на машина под окнами отгони да нет ну это ну это какой-то бред а вдруг у тебя кто-нибудь страдает бессонницей любой шорох и все ой так и скажи что ты зассал что да 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 я просто понимаю это всю ситуацию так вроде твоя девушка вроде идиотский поступок засал а я же не хочу с ней расставаться да сука как быть то что делать то я вообще делаю я что совсем поехавший зачем я на это согласился и тут я вспоминаю что очень моей девушки упоминал за столом что работает в органах да и она сама рассказывала что у него при себе есть табельное оружие и тут я подумал а что если мать зайдет что-нибудь взять в этом шкафу а тут я здрасте или еще круче отчим да это маловероятно но вдруг в этом шкафу его запасная пара тапочек и что тогда будет он ведь меня сегодня первый раз видел сразу в голове промелькнул кадр из фильма после прочтения сжечь мой анус сжался до размеров хуеть реакция блять на человека в шкафу атома сквозь щель в дверях я наблюдал как в комнату заходит то мама то отчим я пытался сидеть не пердеть не дышать не двигаться потом ему стало это сказать да блять идея дерьмо и а вдруг я в туалет захочу когда все легли спать мне оставалось только ждать если бы я сейчас сидел ему просто стоило надыбать и где-нибудь уютное местечко чтобы совершку и школьницы провести не торопясь время так сказать вместе ну да в горизонтальном положении а то скорее всего максимум что мог предложить это корячиться в его тачке назад на заднем сиденье шопы и к стеклу вот и все поэтому она решилась на этот шаг а так как он снять квартиру на сутки зажмотился вот и сиди в шкафу ну либо просто тупо не подумал головой что тоже бывает знаете как знаешь когда не надо вы пацаны хорошо не это нижней головой думаете день зажать на пляжу как он где-то делал все щели песок набьется где люди вокруг ходят это да это класс когда все легли спать мне оставалось только ждать все давай выходи только тихонько если вы сейчас подумали сейчас кому-то перепадет так вот нет времени уже было часа три ночи комната родителей было в аккуратно против комнаты моей девушки да еще и с открытой дверью кровать была маленькая и падла скрипучая из-за чего мы оба просто лежали всю ночь и старались не шуметь так как любое телодвижение означало фиаско даже шептание было рискованно в тот момент я не думал никакой романтики я просто хотел чтобы это все побыстрее закончилось так как каждый раз когда кто-то из родителей выходил в туалет я думал про себя только бы никто сюда не заглянул только бы никто не заглянул потом я подумал ну раз такое дело то тогда просто попытаюсь поспать так как утром нужно было идти на работу я попытался уснуть но получалось это с трудом а в 6 утра моя девушка сказала что ее мама встает в семь и мне бы надо уходить заранее и вот я не спавший всю ночь выжатый как лимон отправился на работу в то время я работал тренером в тренажерном зале и засыпал просто на ходу один два три тренер так это наверное был один из самых тупых поступков которые я делал так что всегда думайте своей головой перед тем как что-то делать и стоп это да урия моих отношений как я понял вам эта тема очень интересна поэтому я решил рассказать вам краткую историю моих отношений да я понимаю что многие думают что я гей но к сожалению я натурал неужели только для этого заказа ты понимаешь я не понял даже сначала что это не вставка что это не ставка с тем мемом да там-то зеленый по идее поэтому расскажу про мои отношения именно с женскими людьми надеюсь женскими людьми окей хорошо так женский человек одобряю что многим будет интересно а кому-то даже люди тоже не они плохие ребята бывают учитель на погнали честно сказать и я никакой не казанова за мои 27 лет смысле 27 мне уже 27 в общем за мои 27 лет все мои серьезные отношения можно перечислить на пальцах одной руки но зато какие когда мне было 16 лет девушку я даже не нюхал и даже немного побаивался я знал как законтрить любого героя из доты но как за обузить девушку для меня была загадка и в один прекрасный момент за обузили уже меня весил я тогда целых 50 килограмм а она всего 80 всего понятно почему его за обузили его путь словил шучу если что на подговорила наших общих друзей чтобы мы встретились и когда ее увидел и я сразу понял что это будет очень большая любовь да и что греха таить и я и сам был не против так как других вариантов все равно не было мы провстречались два с половиной года и разошлись просто потому что устали друг от друга я очень благодарен этой девушке фига потому что именно благодаря ей я стал больше понимать женскую душу на момент когда мы расставались моя избранница весело где-то уже под 100 килограмм я ничего не имею против девушек в теле пышечек и так далее но да простит меня никсель пиксель новую девушку я хотел уже стройную и красивую хотя красота это понятие очень субъективное я вообще считаю что нет некрасивых девушек есть просто разные вкусы или мало водки как я уже говорил во многих роликах я работал тренером в тренажерном зале и если кто-то думает что ого вот это интересная работа окружен красивыми девушками постоянно собираешь на себе внимание как бы не так как правило в наш тренажерный зал ходили женщины далеко за 40 и 80 процентов из них были мужчины да и тот только утром и вечером а в полдень посетителей не было вообще и 50 процентов времени я просто валялся на тренажерах а из развлечения у меня была только змейка на допотопном телефоне но как бы там ни было я очень любил свою работу впоследствии у меня появилось много персональных тренировок я был на расхват пропагандировал культ тела и еще чуть-чуть и начал бы засматриваться на мужчин как вдруг моему взору предстала она стройная молодая красивая кстати именно у нее в шкафу я и прятался в этой истории ясно она подходит ко мне и спрашивает как мне накачать попу знаете я в этом мастер я показывал ей упражнения и словно дебил как бы невзначай напрягал свои мышцы чтобы произвести на нее впечатление у меня такое ощущение что мы кусок этой истории уже до этого слышали насчет того как он работал тренером что там батя еще по моему появится сначала лучше поприседать вот здесь потом пойти на тренажер вот там впоследствии неплохо бы сделать растяжку это потом я узнал что старался зря потому что оказалось эта девушка без очков почти ничего не видела когда она уходила из зала я понимал что если я сейчас не подойду и не спрошу у нее телефон я возможно ее больше никогда не увижу и я решительным движением встал и засал и понимаю и она ушла но я не растерялся и всю ближайшую ночь искал ее в контакте гребаный stalker легкие пути не для нас благо население в моем городе было всего-то 400 тысяч человек включив дедукцию ведя все предположительные данные мне потребовалось всего-то 10 часов но я нашел и пригласил ее на свидание она согласилась и мы провстречались с ней три года это были очень тяжелые три года у нее был очень тяжелый я бы даже сказал истеричный нрав иногда я даже думал что она энергетический вампир потому что ссорились мы почти каждый день думаю что причина расставания причина не в том чтобы оба были еще незрелые чиликобобики не но все равно характер это формируется все время они меняются видоизменяются но тем не менее они есть незрелость там тоже скорее всего влияла вам уже ясно после этого я вынес для себя несколько уроков и теперь главное в девушке для меня был ум и покладистость я хотел спокойствие и как бы сказали анимешники дэрэ дэрэ тянку как-то у своей подруги я спросил есть ли у ней на примете такие знакомые и она посоветовала мне одну и это была ошибка после первого свидания мы сразу же начали встречаться все складывалось вроде бы хорошо но спустя восемь месяцев я узнал что 80 процентов того что говорила мне моя избранница было ложью да вы сейчас наверное такие чего да я сам был в шоке по итогу оказалось что я даже не знал где она живет провожал ее по одному адресу потом когда я уходил она уходила на другой где был ее настоящий дом пиздец это похоже знаешь на изменщиков ну да либо на к это мифоманга все ее друзья с которыми я общался оказались ее же фейковыми страницами вы просто представьте сидите вы с девушкой в одной комнате общаетесь в контакте с ее подругами и друзьями а она сидит рядом на диване и отвечает вам за них и это только вершина айсберга все небылицы и ситуации рассказать не хватит даже 10 выпусков когда я узнал вообще все я разрыдался хотя даже и то что я узнал могло быть неправдой я думаю что это было какое-то психическое заболевание так как когда я у нее спросил зачем она врала она сказала я сама не знаю никому такого не пожелаю естественно после такого к предыдущим требованиям к девушке добавилась еще и честность и причем вышла она на первое место в этот раз я уже целенаправленно искал девушку и я таки нашел и я абсолютно ну честность это один из самых важных параметров в любом общении да если вы нечисты друг с другом то чё у и тайта они отношения счастлив мы за все время даже ни разу серьезно не ругались раньше я думал это невозможно ведь все ругаются но я оказался неправ поэтому я всем советую выбирать спутницу жизни преимущественно головой а не чем попало как справиться с расставанием я думаю каждый хоть раз в жизни и либо был либо наблюдал подобную ситуацию меня бросили мы расстались я не знаю как дальше жить или челочка как интересно сложены камни а или это тест роршаха так вот я как магистр кухонной психологии 6 разряда расскажу как пережить этот неприятный и бесспорно печальный этап жизни стоп стоп я конечно понимаю что сейчас в комментариях будут строчить серьезные суровые люди с огромным жизненным опытом в общем да чё ты как лох ноешь просто забей как минимум уже в третьем классе их уже ничем не удивить и не растрогать ваши компетенции и я не сомневаюсь но не все ж такие мощные большинству после расставания просто нужна психологическая поддержка от близких людей и обычно она происходит так соберись тряпка девочка моя да он тебе не достоин забудь будь сильной и независимой так угораю с этих прыщиков я нашел хочу и хвостик был мышь ты что делаешь мышь остановись мышь пусть и пусть и что-то девочка там жрет а воздух есть пыталась потому муж паутинка но а еще потому что муж мои шнурки простите на кота мышь отвлеклись до западло так и забавы переживать плюнь и забудь с ними надо построже да дорогая тампоны купил уже бегу все чувак я пошел да чаще всего такие челы именно такие и все и все что они делают они врут жене ну типа куда бы они не пошли где бы они не собрались они врут жене что они пошли чем-то заниматься сами пошли тусить друзьями еще чаще такие офигенные советчики отношаются только собственной рукой тоже если у тебя нет таких друзей тогда дружок тебе помогу я значит слушай все всегда твердят плю не забудь об этих отношениях нет стой слышишь нет делай что хочешь сядь ляг плач обоссысь но ни в коем случае не забывай обдумай все пройдись по самым болезненным и негативным моментом проанализируй почему как и что ты сделал не так и с какого момента ваша помидорка любви превратилась все получить резонный вопрос да чины и выводы нужно понять и ты сейчас спросишь зачем почему мне просто не абстрагироваться ведь я буду страдать от этих мыслей страдать ты будешь по-любому а вот выводы помогут тебе дебилу в следующий раз не наступить на те же грабли и не совершать тех же ошибок ну в принципе разумно 2 хотя и никогда по моему особо выводов не делал но я всегда страдал от чрезмерной рефлексии мне это не помогло о это пойми что потому что от наш отношаешься ты потом с другим человеком и тебе по-другому надо выстраивать свои стратегии это конец отношением их не вернуть все кончита финалочка the end никаких останемся друзьями и подобной херни представь что любовь это щенок когда ты его находишь ты безумно рад ты отлично проводишь с ним время гуляешь играешь в общем счастлив но в один момент что-то идет не так и он умирает да это очень печально и что делает большинство они не могут смириться с этим делают вид что все нормально собака еще жива лелеют надежду что она вот-вот воскреснет и все будет как раньше они с ней ходят таскают этот труп к своим друзьям метафоры верни не придумаешь так-то да ну по факту я с ним согласен у меня не я не с одной из девушек с кем встречался не остался друзьями хоть и было сначала а нет а потом ой да давай останемся друзьями а потом это не совсем друзьями как оказалось мы остались если все чушь собачья потому что я думаю что сначала он осталось друзьями а потом спустя годы ходил меня поносил рассказывал охуительные истории которых невозможно молчать про меня да у меня была эта иванушка с которой дольше всего встречался такая разветовались типа нет я говорю ну давай хоть друзьями останемся то что ну блять в тот момент а ты головой не думаешь такая нет я такой и хуй с ним потом звонок или еще что-то ну давай останемся друзьями ну подружили организмами еще пару месяцев подружили ну в общем то чё я тогда было не против мне было нормально но друзьями мы в итоге не остались но есть люди которые действительно остаются друзьями и эти люди которые остаются друзьями они чаще всего расстаются конкретно вот да просто вот просто потому что оба устали не видят смысла в отношениях или типа общаться им норма что-то больше не кайф не прет но это очень малый процент бывает еще люди спустя много лет сходятся снова у нее все хорошо да потому что они отрефлексировали весь свой прошлый опыт они уже немножко другие люди да тоже бывает но и сходятся по мне так процент того что люди остаются друзьями очень маленький как и того о чем сказала я да еще то что сказала ты еще меньше труп уже начинает вонять и раздражать окружающим смирись ты не вернешь этого щенка ты только будешь выглядеть идиотом и посмешищем в глазах окружающих похорони этого щенка не мучай себя и остальных иначе у тебя просто не появится места для того кому твоя радость и забота действительно будет нужна метафору я съездил но мысли я думал ты уловил далее чтобы ускорить процесс просто работай зарабатывай деньги займись собой запишись на фитнес выучи язык выщипай волосы в носу и на яичках в общем отвл ахахаха после того как ты выщипаешь все волосы на яичках я думаю тебе уже будет похуй на какие либо отношения говорят что многие девушки типа стригутся или меняют прическу там там гардероб это ну типа не женская фишка прикол и так далее это просто помогает перенастроиться на то что у тебя ты теперь будешь жить немножко по-другому, в другом ритме, приоритеты расставлять по-другому, для других вещей будешь выделять время. Ну да. И ты наглядно это для себя демонстрируешь, а не для того, чтобы очередного мужика захомутать. Плетись на саморазвитие, тогда у тебя будет огромное поле для дальнейшего маневра. И главное помни, в любой непонятной ситуации работай. Если ты сам себя не уважаешь, то с чего тебя должны уважать другие? Не следи за красотками, следи за собой, и тогда они будут следить за тобой. Вот так вот. Всего за три шага можно на изи справиться с расставанием. Если у тебя есть знакомый, который страдает от расставашек, скинь ему этот видос. Ну а на этом все. Подписывайся на канал. Опять же, эти советы не универсальны. Конечно. Жизнь, она не универсальна. Она не для всех одинаковая. И расставания тоже бывают разные. Спасибо за просмотр. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова